Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено подарку от Аленки. Она же Елена Снегирева или она же канал СОБСНИМ. В общем, я, конечно, хотела заснять сегодня днем при свете солнышка напротив окна, как мне объяснила уже Аленка, как это выглядит именно напротив окна, и как мы здесь снимали последние два видоса, точнее часть влога и еще этот тег-видос. Но получилось так, что не получилось у меня заснять днем, и получается заснять только сейчас, при свете луны, точнее пяти лампочек на потолке. Если вас такое устраивает, то, пожалуйста, оставайтесь со мной. Если нет, ну, извините, можете чем-нибудь другим заняться. Короче, у меня тут такой красивый пакетик. Да, я, конечно, могла бы заснять завтра, но завтра у меня репетиция, я вообще не знаю, как у меня получится. И в четверг у меня вообще этот театр, книги наш. В общем, когда получилось время? Я думаю, в принципе, вы же меня смотрите не из-за того, что там, о, офигеть, какой свет, да? Наверное, потому что такая няшка. В общем, пожалуй, начну. Тут сам основной подарок, ну и там еще на весах был вот эта курага. Аленка, у меня оставила пакетик курагик. Я ее в спитании не вспечатывала пока еще, чтобы обозреть. Курага. Ну, она же абрикусы без косточки. Вообще, абрикусы полезная вещь. При всяких там, вообще полезная. Не топ весной, когда обострение у людей, у психов крыши едет, а у людей обострение, да? В общем, начнем, пожалуй, доставать из этого пакетика. Вообще, на мне помада из этого пакетика от Фаберлик. И я сейчас постараюсь как-нибудь вот так наклонить, чтобы, ну, чтобы мне не вставать. Вообще, раньше в этой пузе я смотрела телевизор именно вот на этом месте. И там вот за фотиком на тумбочке раньше стоял телек. Так, в общем, досталась у меня первая. Точнее, попалась под руку. Это у нас Энью или Анью. Тип знает очищение. Борется с возрастным изменением. Очищающая 3 в 1 вода для лица. Для всех типов кожи Эйвен. Сколько у нас тут? 50 мл. Вообще, ничего от Энью, Анью не пробовала. Ну, вот теперь попробую. Просто так. Аленк сказал, что его можно пробовать, в принципе, использовать как обычный тоник. Кот у меня тут бесится. Возможно, где-то в кадре он будет. Да, я сейчас его занюхну. Ну, так, чем-то таким пахнет. Мне кажется, таким вот пахнет такая косметика. Потом, ну, она мне предупреждала. Она спросила, хочу ли я. И я сказала, что хочу попробовать. Вообще, на самом деле, я ни разу не пробовала ничего, кроме обычной классической пульт бланки, которая у меня где-то там в этих моих парфюмах была дважды. Кажется, она до сих пор у меня еще стоит. Да, тут у меня бесится кот. А это у нас порт бланка Шарм. Чем-то таким приятным пахнет. Я ее потом заюзаю. У меня тут двое суток вообще была жутчайшая миглень. Я даже по совету какого-то, кого-то из подписчиц лопала эту ножку, как в мертвом пульпарке. Ну, благодаря прыжками с бубном у меня все-таки прошла эта миглень. Тьфу-тьфу, тук-тук. Я надеюсь, что она все-таки совсем прошла. Хотя, кто ее знает. Ну, короче, разговор не о миглени. И тут, в общем, то, что я у нее тогда спросила, у меня, чего я хочу. Да, кстати, у меня тут три в одном. Подарок на встречу, подарок на 8 марта. И подарок, значит, на день рождения. Она спросила, чего я хочу на день рождения тогда. И я, в общем, по, кажется, подумал, что ли, каталогом, что-то тогда она выбирала. Это Арифлейм у нас, зеленый чай. Кажется, это тоник. Сейчас узнаем. Блин, да. С маслом чайного... Да, тоник с маслом чайного дерева. В общем, я его заюзаю. Вообще, мне очень нравился один тоник такой треугольненький. В оранжевом, по-моему, в флакончике. От Арифлейм у меня как-то была такая поменешка еще до того, как я стала канал на ютубе вести. Точнее, канал-то у меня этот аккаунт давно уже, но вот именно снимать в видео. Пахнет чайным деревом. А еще таким слегка скипидаром. Ну, чем-то таким два в одном. Не знаю, может быть, это у меня уже так нюх. Но вот мне почему-то первая носка, вот, вспомнилась сразу худушка с мастерными красками. Я не помню, как пахнет скипидар на самом деле. Ну, в общем, это я хотела попробовать. Я с удовольствием заюзла, и потом расскажу вам в пустых балочках. Так, мне попался тут, как-то это ее выбор был чисто. Там, потому что какие-то продукты от нее, а какие-то вот я то, что хотела, выбрала. В общем, это Фаберлик, про руки, крем для рук, крем для рук, защита и уход, масло жажоба и пчелиный воск. И оно вот так вот, не зафольгировано, но вот запечатано. Тут у нас после вскрытия 6 месяцев 75 мл. Сейчас я это, ой, подцеплю. Да, я ее отцепила. И вскрыла. И, как бы Аленка сказала, не зафольгировано, сейчас объясню. Такие крема не могут быть зафольгированы, потому что у них нельзя снять крышечку. Если у крема нельзя отсобачить крышечку, то суть его фольгировать, потому что обычно зафольгируют продукты, у которых крышечка снимается, фольгу отсобачиваешь, а крышечку обратно надеваешь и дюйдуешь. Вот сейчас при вас и затестим. Такой густенький. По-моему, нормальный такой крем. Ничем особо не пахнет. Питался довольно быстро. В общем, запользую. Потом скажу свое мнение. Спасибо большое. Так. Это вот я, по-моему, тогда выбирала. Это то ли маска, то ли, как знает, что это у нас такое. Да, это страв для лица. Она с экстрактом алоэ вера. Это у нас 50 мл. Вот такой вот он. Зелененький он был, кузнечик. После вскрытия в 12 месяцев. Это у нас от Арифлея. У меня там стоят два скраба разных. Ну, в смысле маска от Ифраншей, еще скраб от чистой линии. Но вот этот я тоже пользуюсь. Может, даже его завтра запользуюсь. Чем-то таким пахнет травяным. Алоэ, наверное, верой. Так. Это я видела в обзоре. Я так подозреваю, чтобы, наверное, эти завстречивали на 8 марта. О, мамами, тише ты меня напугал, мать твою. Кошку волосатую свалить сюда. Это я вырезать не буду, пусть оно так и будет. А то там кто-то все беспокоится. Котин. Крем-гель для душа. Нежная любовь Парижа. Я, конечно, не особо эти сенсус. Но тут самый прикол, что тут аромат розы, ириса, иноты, иентая. Крем-гель для душа. Блин. Как же его туда сказать-то, е-мое. О. Вообще, аромат приятный. Не знаю, как душа будет открываться. В общем, конечно, запользуюсь. У меня сейчас не мочалочка такая, а губочка. Может, на губочке он будет себя вести лучше. Этот гель. Сенсус. Так. Гель, который я просила на день варенья. Это Арифлэйм у нас. И 250 мл. Кот меня царапает изнутри. То у нас тут. В общем, он должен был быть с кофе. И, по-моему, я при Оленке его... Да, кстати, тут тоже было так как-то заделано, что я первый вскрыватель был. Какой кофейной карамелькой пахнет. Тоже запользую. Не сегодня, так завтра. Ой, что-то у меня тут. А, это я отсобачила случайно. Это она меня спросила, хочу ли я такое. Ой, эта крышечка отсобачивается совсем. Короче, не крышечка, а такая обставочка. У меня, по-моему, на каких-то духах Эйвент такая же фигня была. В принципе, особого эффекта она не играет, по-моему. Ну, если в сумке, конечно, лежит, то она может это и не отсобачивается, и не брыскается. Но если стоит, то можно и без неё. В общем, это у нас романтическая... Что-то тут. Букет романтический. Сразу вспоминается тот букет от неизвестно кого из Москвы, который мне там прислали тогда. Красивый и долгостоящий. Мыло. И раньше иногда так у нашей библиотеки, что там у одной... Что-то теперь вот много вообще пахнет, потому что они ещё и смешались между собой. Короче, всякие мыл такие вот, Арифлеймовские, они мне очень нравились. Брала про запас себе, но обычно у меня там кто-нибудь приходил из моей старой компании девчонок, и они тупо у меня или выпрашивали, или выпрашивали. В лучшем случае выпрашивали. Так что в основном их раздаривала, у меня оставалось совсем ничего. Ну вот, по-моему, даже через упаковку пахнет. Сейчас это я вскрою. Карамелькой такой. О, вот оно готово. Такое мыльце, мне так нравится у них эта буковка О. Я про Лене. В общем, я его после обзора буду ювать. Оно у меня будет или на кухне стоять, или ванной, потому что у меня сейчас там жидкое мыло только стоит. Тут у меня пакетик такой, в довесок ко всему, от Фаберлика. Розовенький, зеленой ленточкой нарисованной, красивенький такой. Гомантический. Потом этот лак, по-моему, там два каких-то лака было, которые Аленка, она мне как раз отдавала там лаки, и у нее взор был этих лаков. И она спросила, типа ей жалко выкидывать, а она спросила, что бы я хотела. Ну, хотела бы я. И я бы там каких-то два выбрала себе. Вообще, я не помню. По-моему, вот этот вот лак, я их еще не мазала. Вообще, я хотела нанести на свои копытца, которые что-то опять, ну, растут. В смысле, они растут-то сейчас нормально, не ломаются, но как-то более медленно. И потом заснять вместе с ними обзор, но получилось так у меня. Ну, потом в каком-нибудь обзоре я навалюсь и засниму. Тут она мне еще в довесок кинула каталог Эйвен. И вот это вот. Но я еще не смотрела. У меня что-то все как-то... А, ну, я говорила, начали видеть, что у меня там мегренище было. Не до этого было. Причем, вчера я так до упора доделывала перевод. Думаю, у меня оставалось несколько соней. Думаю, что я сейчас выпал на улицу, то я потом саму себя уже не заставлю ничего переводить. В общем, та самая помада, которая сейчас на мне, это вот Фаберлик номер 4585. Слушайте, такая жирная, вкусная, шикарная. Она по цвету примерно вот как вот эти у меня от Никса, там еще вот Играшевская сливовая, ну, в таком стиле. И она вот как крем-бальзам, наверное. Или как бальзам даже для губ. В общем, она настолько классная, что вот нанесешь ее, губы не сохнут, увлажнены, и вообще классно такая она. И цвет такой. У меня, конечно, лапа загорелая. Да, кто-то писал в каментах, хожу ли я в солярий. Не хожу я в солярий, я ни разу не была в солярий. У меня тупо смуглая кожа. И загар из-за этого, возможно, держится дольше, чем у всех нормальных людей. Или обычных людей. Можно в один слой нанести, можно в два слоя нанести. В общем, на верхней губе у меня в один слой, на нижний слой в три. В общем, она мне так нравится, что я... Вот знаете, как духи на себя выпрыскиваете, которые нравятся до упора. Со всех сторон. Так и вот эта. Мазюк, мазюк, мазюк. В общем, классная. Она еще... Ну, конечно, она сжирается, но она все равно как-то остается на губах еще. Не сказать, что не смазывается, не стирается, но, в общем, я в таком восторге. Я даже не знала, что у Фаберлик возможны такие помады. Именно уж такие жирные. И такие, как два в одном. Бальзам и помада. Так, тут у меня еще один лап. Это вот подарок от нее, от Евы Мозаик. Я от нее только слышала, я сама неразум не пробовала. В общем, за тестю. Это номер, наверное, 283, Fashion Color Color. Так, что он тут легко наносится и быстро сохнет. Ну, посмотрим, как он там сохнет. Лазы на тень. Да, Fashion Color. Евы Мозаик. Я здесь даже знаю, как оно выглядит. Да что-то она всегда говорила, Ева Мозаик. Я думаю, это в одно слово. Или вообще как-нибудь по-другому читается, пишется. Тут у нас такая вот эта фигня. Это от Фаберлик. Ульта Грин. Клин Грин. Универсальная очищающая полоска для лба, носа, подбородка. Быстро очищает пуль, устраняет черные точки, способствует сужению пор. Масло Мануки. Без понятия, что за маслом. Точнее, кто такая Манука. Гарантия чистоты и хорошего настроения вашей кожи. Короче, попробую там в этих пустых банках, потом расскажу. Так, лак, который я видела в обзоре, который она мне там то на день рождения, то на 8 марта. Короче, прям практически под цвет помады. Если я с животом более-менее или у меня завтра будет по времени я успею и разложусь, то, может, на репу прямо с ним пойду. Или, по крайней мере, постараюсь на выступление его намазать. К тому же, я там играю тебе по девушку на свидании. Самое то. Короче, вот этот Лоли Липс блеск для губ от Фаберлик розовенький. После 3-18 месяцев о, он оказывается кисточкой. Я боялась, что он этот тюбичком, который надо вот, вот, тут крышечку и надо на себя выдавливать. Кисточкой самое то, как я люблю кисточки. В общем, прикольненько такая-то, сладенько пахнет. Я не знаю, видно тут, не видно, но он такой розовенький. Если пару раз провести, то сильно розовенький. Если один раз провести, то не совсем розовенький. В общем, он, в принципе, вот, как этот тюбик по цвету. Так. Вот у меня каталог эйвановский. Я его еще не смотрела. Ух ты, это уже 8-й каталог. Тем более не смотрела, потому что я 7-й полистала сегодня на кабинете этом эйвановском. И что-то на меня как-то ничего не приглянулось. Обязательно полистаю и, может быть, что-нибудь закажу себе. Что я что-то давно ничего не заказывала, хотя у меня что-то всего дофига. Так, вот то, что она мне говорила. Органик Китчен, мыльная опера. Витамины, гель для душа, свежая слива, органические ягоды, черная смородина. В общем, попробую я его, этот гель для душа. Тут классический 100 мл. После вскрытия 6 месяцев живет. Да, вот ягоды черной смородины, свежая слива, бла-бла-бла. В общем, заюзаю. Гели для душа я еще не пробовала. Так, вот этот, наверное, один из тех лаков, которые... Вообще, если я вдруг чего перебрала, то я думаю, она меня поправит. В комментах? Вообще, я не помню, там какой-то лак был еще, который, типа, снятость, ну, в смысле, вот от того, что она там отдавала, а какой-то в подарок. В общем, это у нас... Что-то такое. Бриджит Батьер, по-моему, 12 мл. В общем, вот. Так, стоять. Я, по-моему, какой-то лак открывала, какой-то нет, да? Так, это у нас тоже Фаберлик, оранжерея, розовый сандал. Гель для душа. Вот почему-то она пахнет корицей для меня. У меня такая баррикада. Тут еще и что-то есть. А, тут открыточка у меня на день рождения. Вообще, очень классная открыточка. Что там написано, я вам не скажу. Но вообще классное такое пожелание. Все двух сторон исписаны. Очень-очень приятно. Я ее, по-моему, читала, как раз, когда мы с Соленкой сидели в этой... в Орхидее. И тут гитара нарисована. Только сейчас я поняла, что это гитара. Тут у меня еще один красивенький беленький пакетик. Так. У меня крем вырисок отца. За пакетиком. Это Нивея. Увлажняющий дневной крем. Защита лучей. В общем, 50 мл. После взгляда 12 месяцев хранится. Вообще, на самом деле, я ни разу не пробовала крема Нивея. Но теперь попробую. У меня есть крем для лица, но, я думаю, этот можно, в крайнем случае, и для тушки использовать. Или чередовать. В общем, тоже клевая вещь. Так. Это как раз вот того наборчик, такой был. Крем за рук. для пролины 12 месяцев после вскрытия. И очень вкусно пахнет. Это он такой вот, ну, как карамелька такая вот. Как топпинг такой, допинг. Не знаю, топпинг. В общем, как мороженка такая, крем-бюрешная. По цвету. Сейчас я уж не буду его выдавливать, потому что у меня с одной стороны блед, с другой стороны помада. Как-то уже будет ни к чему. Так. Тут у меня достался этот. Я, кажется, у него какой-то пробник просила, но я не помню, какой. Ну, тут немножко другой. В общем, тут букет Дамур, букет любви, по ходу дела. Фаберлик. Я уже такая всего нанюхавшаяся. Сейчас попробую его занюхнуть еще раз. Но помню, что тогда открывала, он мне понравился по запху. Свеженький, короче, ближе вот к этим классической натурель и хрошевской. Сэмер Вайту, вот этому голубенькому классическому. Гладь Кокаину, не помню, фирма русская. И еще этот в таком же стиле Blue Light Light Blue Dolce Gabbana. Так, еще бочоночек с медом. Ну, конечно, не с медом, но это вот мои любимые бочонки. Этот Арифлейм. Этот желтенький у меня был с вишенкой. Мне дарила на 8 марта как-то знакомая библиотекарша. Потом был, значит, с розой Аленкин. И вот еще раз вот Аленки уже с медом. Я тогда хотела его помыть и оставить на память себе. этот бочонок. Но что-то он мне так не вымывался нормально. Медом пахнет. В результате я его, это, турнула. Ну, у меня и так склад всякого барахла, так что это, не собирай же все подряд. Так, ну и, в общем, все. Вот такой у меня обзор был. Я думаю, вам было интересно. В общем, если вы оселили до конца, то вам точно было интересно. Наверное, надо заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч. Пока.